мы всегда работаем на чем-то новом она может расписать все все-таки шенгурск это старинный город практически все мастера проводят мастер-классы они с удовольствием идут на то чтобы поделиться своими знаниями принципе мы мастеров не держим добрый день в эфире подкаст сельские предприниматели вдохновляющие истории и я его ведущая светлана бызова подкасты записываются в рамках проекта архангельского центра социальных технологий гарант развития малого предпринимательства сельских районах архангельской области сегодня у нас в гостях сельский предприниматель из шенгурского района из города шенгурска мария врачова владелица лавки мастеров добрый день мария мария ваш проект называется лавка мастеров да то есть вы знаете всех мастеров шенгурского района я правильно понимаю тех кто работает в традиционных ремеслах правильно и вы собственно предлагаете такую площадку для реализации продукции произведенные на территории шенгурского района да я работаю с мастерами шенгурского района и они мне приносят свою продукцию под реализацию после чего я им заказываю продукцию смотрю отслеживают аварооборот ну то есть я отслеживаю спрос на эту продукцию что-то идет лучше что-то нет а как давно вы работаете мы открылись в 2014 году с 5 лет у нас в этом году юбилей да замечательно будете праздновать нет мы скромно надо не скромно отпраздновать такой прекрас такое прекрасное событие тем более что далеко не каждый район может похвастаться тем что есть вот такой рынок сбыта возможность для реализации своих товаров для мастеров народного промысла я правильно понимаю ваши мастера занимаются именно народным промыслом да в основном мастера работают в традиции сожалению время не стоит на месте нужно все больше товаров в современной технике но сделаны в традиции что вы имеете ввиду чехол для айфона расписаны шенгурской росписью почему бы нет какие интересные вот такие примеры например современная одежда с ставками шенгурской росписью это не это может быть даже какие-то накладные и какие-то атрибуты одежды это может быть например какое-то кухонное решение что например берестяной короб с росписью уже более удобно более доработаны все-таки вот наше время вот традиционные короба и все-таки не так часто пользуются а если это будут маленькие удобные шить и вот вы сейчас сказали потрясающую вообще идею если изготавливать накладные именно элементы в народном стиле я думаю что многие рукодельницы стали бы их приобретать для того чтобы украшать ими свои изделия и и сшитые связанные и возможно какие-то там бытовые такие вещи скатерти почему бы вам не наладить такой промысел именно готовых элементов для украшения мы всегда работаем на чем-то новом я работаю ведь не одна у меня же команда мастеров и то есть расскажите о ваших мастерах что это за люди чем они занимаются кем вы гордитесь это совершенно разные люди кто-то на пенсии и это и хобби это и досуг это их часть жизни у кого-то кто-то работает но вот именно отдушина у них в том что они занимаются рукоделием кто-то для кого-то это просто такой небольшой заработок и есть вот такие люди что у них это уже налажено так что дополнительные средства в семейный бюджет отлично назовите хотя бы какие-то фамилии вот что за люди работают с вами предположим у нас в деревне литвиного шангурского района живет замечательная семья любовь александровна виктор сергеевич от ларова и виктор сергеевич лещик по дереву в то же время он недавно освоил кость сейчас развивает свое ремесло по кости любовь александровна замечательный художник у нее но очень хорошо видит сувенир она рисует шангурской росписи владеет и первую очередь они замечательные люди они открытые люди они идут на на диалог есть например димитрова евгения чем она занимается она роспись по дереву именно шангурская роспись или расписывает это предметы расписывают то есть она может расписать все она видит мне как раз интересно что пользуется спрона она видит вот именно какую композицию сделать и вне это так замечательно получается что пользуется спросом я могу сказать то что это туиса это разделочные доски это какие-то шкатулки когда вот больше всего наверное вот шкатулки интересные они маленькие это может быть такой небольшой сувенир подарок шкатулка можно что-то положить то есть это будет двойной подарок покупаете у нас шкатулку предположим можно от нас что-то доложить в эту шкатулку можно жарить от себя что-то и преподнести как подарок можно даже себе как интерьер то есть наша роспись она наверное везде подходит и вот она мне очень нравится я правильно поняла что вы пользуясь возможностью такой что в вашей лавке есть разные изделия можете делать подарочные наборы да все возможно а также мы можем например заказывая у одного мастера отдавая под роспись другому получать готовое изделие то есть два мастера уже в итоге получают получают монетизирует свой труд а вы как-то маркируете изделия мастеров можно узнать например че чье изделие я приобрела по ценникам нет но если вы заинтересуетесь то я ни этого не скрываю то есть вы не ставите перед собой задачу как-то брендировать имя ваших вашего мастера чтобы о нем знали люди я их по-другому рекламирую можно так сказать как интересно ну то есть они все люди интересуются вы например приходите ко мне магазин если вы у меня спросите значит вам интересно люди не все такие то есть кому-то вот просто вот понравилась очень вещица и ему все равно кто-то сделал кому-то надо узнать кто-то сделал надо знать где он живет то есть какую-то историю вот этой вещи чтобы потом дальше рассказывать или какую-то вот знать этот историю вещи теме мы не скрываем что кто у нас мастер в принципе мы мастеров не держим в тайне но и все-таки это коммерческой такое что и рекламой особо не занимаемся но вот есть какое-то имя бренд какой-то вашей продукции там но наш наш называется посадские ремесла почему посадские могу объяснить все таки шенгурск это старинный город посад а ремесла они всегда существовали на всех территориях и вот возрождение как бы ремесел помогая возрождать ремесла через сувенирную лавку у нас получается вот двойное удовлетворение то есть мы помогаем и социально и в то же время коммерчески дальше вот помогаем развиваться скажите какой средний чек вашем магазине средний чек около 500 рублей это все зависит от сезона наверное то есть зимой у нас нет туристического потока в шенгурске у нас все это так все размеренно летом это все-таки приезжие гости немного туристов а зимой это вот так же так же получать все сезон какой турист к вам едет шенгурск деловой турист который в командировку приехал это может быть и деловой турист это может экскурсионные маршруты у вас там есть нет к сожалению маршрутов у нас нет но у вас там есть интересные гостевые дома насколько я знаю люди наверное приезжают пожить гостевых домах на природе да конечно у нас наверно три или четыре гостевых дома которые работают вот я знаю что они работают я знаю что они предлагают именно отдых старом доме то есть такой дом например как верхопаденьги верхопаденьги вот шенгурского района вообще в принципе замечательная природа то есть у них там такой простор хотя например деревне семеновской у них рядом бор и то есть вот эти дома вроде бы в одном шенгурском районе но различаются вот именно вот даже по природе то есть если вы хотите приехать за грибами вам надо в семеновскую отдохнуть и подышать свежим воздухом именно соснового бора это семеновская а вот почувствует себя таким свободным это верхопаденьга понятно они вот эти владельцы гостевых домов ваши партнеры да нас объединяет туристическая ассоциация шенгуре вы их гостевых домах можно познакомиться с продукцией вашей лавки нет они вам скажут где наш лавку найти сожалению мы еще не наладили такое что чтобы чтобы продукция нашей лавки была в гостевых домах скажите ваша лавка она существует только офлайн как сейчас модно говорить то есть есть ли какие-то онлайн ресурсы через которые можно приобрести товар вашей лавки пока да в охладе но мы планируем все-таки создать у нас есть страница в контакте но все-таки это должна быть какая-то наверное больше более раскручена группой но мы над этим работаем ссылку на страницу в контакте мы обязательно дадим в расшифровке нашей сегодняшней беседы но мне хотелось бы узнать как человек которому хочется приобрести какой-то может быть уникальный товар уникальное изделие народного промысла может на вас выйти и может ли можем ли мы заказать например что-то такое особенное что хочется именно мне да конечно мы работаем так что если вы нам заказываете то должны можно сказать если вы придете ко мне или свяжетесь со мной я вам найду мастеров которые работают в традиции и которые могут удовлетворить ваши потребности именно сувенирной продукции вы говорили еще что у вас в шенкурске есть уникальный мастер который режет по кости давайте назовем его имя кто это виктор сергеевич отларов а это и есть вектор сергеевич отларов вот его изделия выставлены в вашей лавке или у него есть своя какая-то еще у меня есть несколько его изделий но пока он учится и то есть почему я интересуюсь потому что вот архангельская область славится до резьбой по кости холмогорской резьбой по кости холмогорской школой резьбы по кости да и очень часто приезжающие к нам гости прям целенаправленно спрашивают где можно приобрести какие-то авторские интересные вещи вырезанные из кости и очень трудно в интернете найти ресурсы где бы были представлены на выбор вот эти изделия бывают попадаются странички отдельных мастеров но это буквально там может быть пять десять изделий причем их нужно ждать потому что не всегда они в наличии у вас вот как это все построено но пока я могу предварительный заказ или как это происходит данный момент я могу сказать только то что у нас есть в наличии но я могу вас если вам это интересно интересно я вам смогу свести с мастером и можете напрямую заказать ему то что вы хотите то есть через лавку через вас это все возможно да уже напрямую с мастером общение мастер быстрее поймет то что вы хотите и он знает будет знать что вам надо мария а вот насколько важно создавать такие лавки мастеров и вообще нужны они сейчас интернет доступен практически каждому они же сами могут продавать свои изделия могут а зачем такие лапки нужно во первых ну на примере своей свинерной лавки я знаю что не все могут заглянуть в интернет и найти именно нужную страницу не все могут связать эти страницы и именно вот к локальной территории когда приходят ко мне в магазин и видя то что все наши изделия наших мастеров они видят все вместе то есть это такое пространство где собраны большинство мастеров нашего района намного больше впечатления производит сколько их у нас вообще когда вы создали эту лавку оценили мастера сразу вашу идею нет не сразу каждому человеку нужен индивидуальный подход постепенно у меня ко мне присоединялись все больше и больше мастеров это не сразу наверное вопрос доверия все таки да это же прошло очень много времени то есть от открытия и до того как у меня достаточно мастеров стало и потом потихоньку до того момента когда пока я не перестала искать мастеров и мастера стали находить сами меня то есть вот до этого момента прошло достаточно времени вот вы вы сейчас в большей степени сориентированы на покупателя который к вам приезжает да поскольку у вас лавка только вот существует таком физическом варианте но я почему-то думаю что будущее таких проектов как ваш за пределами архангельской области возможно даже за пределами российской федерации потому что побывав в русском музее на экспозиции посвященные народному прикладному творчеству я вдруг с гордостью осознала что львиная доля экспозиции из архангельской области я так понимаю что мы на самом деле являемся тем кладом той платформой на которой сегодня держится русская народная культура русское народное творчество думали ли вы о том чтобы выйти за пределы Шенкурска области и возможно даже страны такие амбициозные планы мечтать всегда можно но в данный момент нет пока еще мы наверное к этому не готовы все-таки мастера они не все могут создавать очень большие объемы продукции нам надо сначала если мы выходим на этот рынок нам надо подготовить других мастеров нам надо увеличить мастеров масштаб не масштаб даже нам надо увеличить мастеров работающих в этих техниках чтобы увеличить количество людей научить людей показать что этим можно заработать а вы что-то делаете в этом направлении то есть вообще есть ученики у ваших мастеров в принципе да все мастера практически все мастера проводят мастер-классы они с удовольствием идут на то чтобы поделиться своими знаниями и вы слышали что центр гарант объявил набор участников школы сельского предпринимателя и люди которые производят какую-то продукцию на основе народного художественного творчества являются приоритетом для набора в эту школу вам это интересно да мы ждем вашей заявки я считаю что проект который вы задумали который пять лет уже реализуете очень важен на самом деле для развития территорий сельских потому что вот на мой взгляд основная проблема наших производителей то что они действительно производят маленький объем продукции и они не могут себя позиционировать не могут продвигать свои изделия а когда вы объединяетесь когда вы формируете большой пул предлагаемых предлагаемой продукции большую линейку продукции когда вы выходите в интернет когда вы начинаете говорить о себе не просто там Иван Петрович да какой-то а вы говорите мы шенкурские мастера или мастера шенкури то конечно же это совсем другое впечатление производит и я очень верю что ваш проект вырастет и станет действительно отличной площадкой для развития прикладного творчества мастеров шенкурского района спасибо большое мы будем надеяться и стараться всего доброго Мария спасибо за разговор спасибо за просмотр и